Здравствуйте! Это итоговая программа «В результате» и я, Оксана Казанчева. Как обычно, по воскресеньям рассказываем о самых заметных событиях прошедшей недели. И вот на что стоит обратить внимание прежде всего. Небывалое школьное строительство. Сейчас все вопросы решены, строительство идет в три смены. Из-за чего произошли задержки в возведении школ в Мордовском районе и Мичуринске и какие новые сроки ставят чиновники. Самый низкий уровень младенческой смертности. В течение всего года мы удерживаем лучший показатель в Российской Федерации, но, пожалуй, только за заключение февраля. Новинки в сфере медицины и каким образом нам удалось выйти на тот уровень, когда получается спасать 98% младенцев. И так она звалась Матильдой. Такого особенно не показано, по крайней мере. Мы узнали, как ожесточенные споры вокруг фильма повлияли на желание тамбовчан посетить премьеру. В Тамбовской области в ближайшие 7 лет построят 30 новых школ. Такую задачу поставили перед собой региональные власти. Учебные места, отвечающие всем современным требованиям, будут создавать в рамках соответствующей региональной программы. В этом году открылась школа Сколково-Тамбов, рассчитанная на 2425 учащихся. Начали строительство учебных заведений в Рассказовой-Мичуринске. В 2017-м область взяла на себя обязательства по строительству, реконструкции и капремонту пяти объектов на 2175 мест. Новое сведение школы в Мичуринске идет с отставанием от намеченного графика. Анастасия Горелкина узнала, сдадут ли объекты вовремя. Строительство новых школ – ключевая задача, которую поставил президент Владимир Путин перед системой образования страны. Тамбовская область в числе лидеров этого года в России по количеству созданных новых ученических мест, а это более 2700. К слову, школы в Тамбовской области строятся высокими темпами. Около 30 новых образовательных учреждений запланировано построить к 2025 году. Во вторник рабочее совещание по строительству обороненской школы в Мордово провел вице-губернатор Арсен Габуев. Работы по возведению учебного заведения возобновились этим летом. К слову, строители зашевелились после того, как в августе губернатор Александр Никитин посетил этот объект и взял строительство школы под свой личный контроль. Сейчас же все работы идут по графику. Материал весь подсистем на месте, утеплитель весь на месте. Но не весь он поступает. Плитка уже больше половины поступила. То есть здесь все отработает. Строители уже приступили к внешней отделке школы. Работы на фасаде закончат раньше, чем через месяц. Рассчитывают специалисты. Погода пока позволяет. Дождь и снег разрушали долгострой в прежние годы. Фундамент обороненской школы заложили еще в 2013 году. Однако генподрядчик не выполнил обязательства по срокам. И в прошлом году администрация Мордовского района расторгала контракт. Недостроенное здание с текущей кровли приняло агентство ипотечного кредитования. Первым делом специалисты сделали полную диагностику проблемного сооружения. Все работы по школе теперь на контроле областной администрации. Мы смотрим все узлы, все элементы. Продиагностировали, посмотрели, что надо менять. Потому что вопрос очень тонкий. Мы понимаем, что мы должны сдать здание, которое отслужит не менее 50 лет. И, соответственно, качество строительства объекта на самом высоком уровне. Вице-губернатор прошел по всей стройке и убедился – работы идут по графику. Строители выполняют сразу две задачи – реконструкцию старого здания и строительство нового. За то время, пока объект был заморожен, к строительству школ появились новые требования. Появились перестройки, лифтовые, для того, чтобы решить вопрос по программе доступной среды для инвалидов. В этом здании есть лифт, вот здесь рядом. Сделаны пантусы, подъездные пути, выровнены практически все отметки, для того, чтобы мог спокойно перемещаться инвалид в любом помещении, где он находится. Школу должны достроить в середине декабря, а после новогодних каникул она сможет принять около 600 учеников. Это учебное заведение станет новым образовательным комплексом – школа Политех+. В планах здесь будут реализованы самые современные архитектурные подходы, технологии обучения и воспитания, которые соответствуют требованиям национальной инициативы «Наша новая школа». Но на этом проверка строящихся школ в регионе не закончилась. Ведь в Мичуринске реализуется не менее грандиозный школьный проект. На шести гектарах земли здесь строится новая школа. Школа – научно-технологический центр имени Мичурина. Такое название будет носить образовательное учреждение нового поколения. И 1 сентября 2018 года она должна открыть двери для первых учеников. Сейчас все вопросы решены, строительство идет в три смены. Здесь 8 корпусов, корпуса сдаются поочередно, выстраивается все как шахматный домик. То есть первый корпус, бетон уже сейчас сдается, уже сейчас переходим к кровельным работам, закрытие контура. И так каждый корпус, то есть понедельная сдача у нас каждого корпуса происходит. Как только корпус сдается, сразу выходят кровечки, выходят фасадчики, контур закрывается, подается тепло. И уже начинаются внутренние работы по инженерным сетям, отделочным работам. В данный момент стройка современной школы в Мичуринске идет полным ходом. Сейчас работы по возведению корпусов продолжаются. Всего их будет 8. На данный момент большая часть корпусов возведена до третьего этажа. В ближайшее время строители приступят к кровельным работам. Темпы строительства проходят в ускоренном порядке, так как ранее произошли задержки ввиду внесения корректировок в проектно-сметную документацию. Ведь строительство ведется по типовому проекту, который был применен в Иркутской области. Пришлось вносить необходимые изменения по технической части по причине разности климатических условий регионов. Строительство на территории города Мичуринской школы, вообще не одной, у нас в планах две новых школ подобного масштаба, имеет несколько аспектов. Первое – это выполнение указов президента о ликвидации третьей и второй смены. У нас довольно-таки большое количество детей учатся во вторую смену, поэтому строительство данной школы решает данную проблематику. Второе – если говорить о данном районе, который является одним из самых густозаселенных в городе Мичуринске, то уже количества мест у нас здесь не хватает. Мичуринская школа станет самой крупной в области после открывшейся в начале сентября школы Сколково-Тамбов, которая в этом году открыла двери для 346 первоклассников. Тогда губернатор назвал Сколково-Тамбов уникальным навигатором для всех школ России 21 века. А премьер-министр Дмитрий Медведев считает школу Сколково-Тамбов самой большой и современной в России. Ведь обучение здесь строится на основе индивидуальных программ для каждого школьника, в том числе с ограниченными возможностями и для одаренных детей. Анастасия Горелкина, Валентина Слукина, Николай Иванов, Виктор Марченко, Инга Андреева специально для итоговой программы в результате. Росстат опубликовал последние данные по уровню младенческой смертности. Из него следует, что Тамбовская область заняла первое место в стране с показателем 2,3 на тысячу младенцев, родившихся живыми. В Московской области 3,8, в Воронежской 4. Благодаря каким условиям удалось добиться такого результата, узнала Людмила Войтович. Максимально собраны и внимательны. Для врачей детской областной клинической больницы каждая операция по-своему сложна. Но теперь кардинально изменились условия. В хирургическом корпусе с этого года используют новое оборудование. Улучшилась логистика. Раньше операционный блок был удален от отделения реанимации. Сложно было транспортировать детей туда, сложно было транспортировать тяжелых детей обратно. У нас даже отсутствовал грузовой лифт для того, чтобы их конкретно доставлять к нам в отделение. Сейчас мы практически находимся на одном этаже с операционным блоком. Это удобно, это правильно так и должно быть. Сотрудники вспоминают, как раньше кутали детей в вату. Теперь специальные матрасы и пушки подогревают воздух. А наркозное оборудование рассчитано на очень маленьких. Оно автоматически высчитывает необходимый объем анестетического газа. Вот буквально сейчас должна состояться операция ребенку, который весит всего один килограмм. У нас сейчас для этого условия хорошие. Теперь здесь специальная палата пробуждения. После операции ребенка не поднимают сразу в отделение, а дают спокойно проснуться под наблюдением. Заведующее отделением анестезиологии и реанимации показывает палаты интенсивной терапии. Сюда поступают дети с тяжелыми травмами. Теперь каждое койко-место оснащено современными приборами. Например, эта установка позволяет точно дозировать введение медикаментов. Нужно вводить, но один килограмм в час. А специальная система дает возможность контролировать в одном месте состояние всех больных в отделении. Отделение оснащено центральной мониторной станцией. Достаточно нажатия одной кнопки, чтобы померить давление ребенка, который находится в отдаленной палате. А это бокс для больных, пораженных ожогами. Здесь полторы тонны особого песка. На такой подушке у больного с ожогами не нарушается кровообращение. Не только создает, но как и на воздушной подушке. Раньше у нас, допустим, если поступал ребенок с площадью ожога от 20 и выше процентов, то мы в ближайшее время старались отвезти его в Москву. Сейчас мы уже у нас и с 50 процентов справляемся. В отделении реанимации интенсивной терапии новорожденных борются за каждый грамм массы тела. Дети, которые с весом родились ниже по полутора килограммов, выживают 98 процентов. Ежегодно здесь выхаживают порядка 200 недоношенных детей. Применяются новейшие технологии – инкубаторы, трансформеры. При поднятии около инкубатора детства дает лучистая тепло, которую непосредственно подогревает ребеночка, чтобы он не остывал. Вы занимаетесь этим. Меняем партнерсы. Все назначения доктора выполняем. Врачи сегодня ожидают открытия перинатального центра. Они уверены, что это улучшит качество оказания медпомощи и сведет младенческую смертность до минимума. Людмила Войтовича, Евгений Михеев, Ольга Кириллова специально для итоговой программы в результате. Уровень младенческой смертности – это целевой показатель из майских указов президента. Так вот, в указе номер 1 от 7 мая 2012 года говорится, что эту цифру нужно к 2018 году довести до 7,5 на 1 тысячу родившихся живыми. А у нас еще в 2013 году было 5,5. Что с тех пор пришлось принципиально изменить в этой сфере, чтобы удалось сократить эту цифру в два раза? Нам рассказала заместитель начальника управления здравоохранения Тамбовской области Татьяна Вяльцева. Здравствуйте, Татьяна Вениаминовна. Здравствуйте, Оксана. У нас есть хорошие новости в сфере здравоохранения. Росстат опубликовал последние данные. Там различные показатели рождаемости. В частности, по коэффициенту младенческой смертности из 18 областей Центрального федерального округа мы занимаем первое место. У нас этот коэффициент равен 2,3 на тысячу рожденных живыми. По России в среднем 5,5, правильно? Ну, я, наверное, немножко поправлю, потому что мы первые не только по ЦФО, а первые в Российской Федерации. И в Российской Федерации первые. И по России это показатели 5,3 на тысячу родившихся живыми. Это что касается цифр августа. И, наверное, сразу дополню, что это, наверное, не последние новости, потому что в течение всего года мы выдерживаем лучшие показатели по Российской Федерации, ну, пожалуй, только за заключение февраля. В 2013 году, да, то есть несколько лет назад, мы тоже были на первом месте. И там у нас показатель был 5 с чем-то тоже, да? Там 5 с чем-то это было. То есть этот показатель среднероссийский, он был у нас уже в 2013 году. Как нам удалось сократить вот за эти годы практически в два раза вот этот коэффициент? Ну, это тот коэффициент, который как раз нужно сокращать. Да, безусловно, коэффициент нужно сокращать. Он у нас, если вы посмотрите всю статистику за несколько лет, то увидите, что и у нас в области, и по всей стране он в 2013 году резко вырос. И связано это не с тем, что стали помощь хуже оказывать, а связано это со статистикой. То, что мы раньше причисляли к детям, рожденных более килограмма, то с 2013 года мы стали причислять к детям, рожденных более 500 грамм. То есть изменилась статистика, и поэтому у всех эта младенческая смертность выросла. Но постепенно мы научились оказывать помощь и детям с экстремальной низкой массой тела. Это те дети, которые рождены от полукилограмма до килограмма. У нас для этого есть все необходимые условия, а к этим условиям мы относимся как к квалификации специалистов, как оборудование, как те материальные ресурсы, которые вкладываются в охрану здоровья матери и ребенка, и в оказании медицинской помощи детям именно вот такого младенческого возраста. А Татьяна Велимина, вот у меня всегда вопрос такой возникает. Ребенок, который родился с экстремально низким весом, и ребенок, которого выходили. Я понимаю, что для родителей это самый долгожданный и любимый ребенок. Будет ли он здоровым, если вот он потом вот его выходили, вырастили? Мы сейчас говорим про очень кратковременный промежуток, да? Мы говорим, что мы только начали ухажать. То есть вот этот экстремальный низкий вес, он как-то влияет вообще на дальнейшее здоровье? То есть это не дети с очень большими проблемами в здоровье в дальнейшем? Да, конечно, проблема такая существует, она есть. Но если вовремя начать лечить, если вовремя начать оказывать медицинскую помощь, если родители выступают помощниками медицинских работников и наоборот, то в данном случае мы не увидим особой разницы к семи годам, к школе, к ребенку в школу, между тем, кто родился с массой 800 грамм, и тот родился 2 килограмма 800 грамм. Ну, то есть это все в руках медицины и родителей? Все это доступно сейчас в современном? В настоящее время, да. Да, сейчас нам все это доступно. Я вот хотела еще напомнить о том, что вот этот показатель, да, коэффициент младенческой смертности, он является очень важным для любого региона, потому что он является целевым показателем майских указов президента. И вот в указе номер один от 7 мая 2012 года, когда, собственно, и были объявлены эти указы президентом Владимиром Путиным, там было сказано, что к 2018 году нужно этот коэффициент сократить, коэффициент младенческой смертности сократить до 7,5 на тысячу родившихся живыми. Но у нас уже тогда было намного меньше. Да, но такая ситуация далеко не во всех регионах. Есть регионы, где показатель младенческой смертности выше 20. Это очень часто северокавказские регионы. Поэтому, конечно, мы на фоне показателей Российской Федерации выглядим очень достойно. У нас такой показатель 7,5 был более 10 лет назад отмечен в области. Мы уже тогда научились справляться с младенческой смертностью достаточно успешно. Поэтому в течение последних 2-3 лет к нам едут за опытом. Ну, наверное, все регионы ЦФО к нам уже съездили. И из более дальних регионов к нам тоже приезжают за опытом. Вот когда я рожала в 2008 году, и я знаю, что было достаточное количество женщин, которые уезжали со своим родовым сертификатом из Тамбова рожать в Липецк или Воронеж, в хорошие центры. Несколько причин тому было, что там достаточно было только этого сертификата, и больше никаких затрат, плюс бытовые условия были лучше, и плюс медицинское обслуживание. Вот это был 2008 год. С тех пор изменилось, женщины стали менее охотно уезжать. Нет, ну было бы, наверное, неправильно сказать, все рожают у нас. Нет, конечно, уезжают от нас рожать, но хочу сказать, что и в наши роддома очень много едут рожать из других регионов. От нас уезжают в основном по одной причине, по уровню действительно бытовых условий. Да, мы не можем похвастаться пока хорошим бытовым условием, но уровнем специалистов мы похвастаться можем. И тот же Мичуринский, город Мичуринск, откуда действительно достаточно много едут, Петровский район, город Мичуринск, Старо-Юринский район едут рожать в Липецкую область. Они тоже прекрасно понимают, женщины, которые возвращаются оттуда, что мы проигрываем только бытовыми условиями. Ни квалификация специалистам, ни оборудование, по большому счету, мы не проигрываем. Для того, чтобы и эту позицию улучшить, вы прекрасно знаете, что в этом году у нас будет вводиться в эксплуатацию перинатальный центр. Ну так вот мы закроем этот пробел с вводом перинатального центра? Конечно, пробел будет закрыт. Я думаю, что к нам достаточно активнее потянутся люди из других регионов, и мы будем принимать в себя роды и мамы, которые будут приезжать и из Москвы, и из более близких регионов. Перинатальный центр, он вот сейчас, кроме бытовых условий, насколько нам необходим? Вот прям пару, я не знаю, цифр, каких-то фактов, чтобы вы, как специалист в сфере здравоохранения, вот объяснили, что для области такой центр, ну, это данность современная. Ну, что современная данность, безусловно. Перинатальный центр – это третий этап уровня оказания медицинской помощи беременным женщинам. На самом деле, эта этапность, она стоит из трех этапов, третий самый высокий, она выстроена сейчас, в настоящий момент. То есть все женщины, которые имеют хоть какую-то патологию, есть какая-то угроза возникновения осложнений во время родов, они все рожают на третьем уровне в областной клинической больнице. Много таких? Ну, в настоящее время, к сожалению, патология беременности не редкость, поэтому порядка, наверное, 50% из всех муниципальных образований области рожают именно в этом роддоме. То есть это половина женщин, которые рожают в районах? Нет, это те женщины, которые приезжают из района. Которые должны были рожать в районах? Да, которые живут в районе, но рожают. Да, их на всякий случай присылают сюда для того, чтобы они были под контролем. Чтобы они успели оказать помощь, чтобы специалисты более высокого уровня принимали эти родов. Ну, это практика абсолютно оправдана. Она, естественно, внедряется по всей Российской Федерации, мы от нее не отстаем. Перинатальный центр в данном случае будет также третьим уровнем оказания помощи беременным женщинам. Вы, наверное, знаете, что областной роддом переводится именно в стены перинатального центра. Если говорить о том, что будет нового с водом перинатального центра, то, скорее всего, это, конечно, ну, во-первых, оборудование будет новейшее туда поставлено. Любой объект, который сдается заново, естественно, оснащается очень хорошим оборудованием. Это, во-первых. И, во-вторых, для работы в этом центре у нас прошли специализацию в федеральной клинике, ну, практически все, кто будет там работать, начиная от тренератологов, заканчивая медицинскими сестрами. Да, мало хорошее оборудование иметь, надо с ним уметь правильно обращаться. То есть они уже подготовлены? Да, конечно. Мы уже готовы к открытию физически. Да, и вот остались последние штрихи. Я думаю, что вот в новом году мы сможем отпраздновать это достаточно серьезное событие для Томовской области. А вот на 150 койко-мест рассчитан, правильно будет перинатальный центр? Этого достаточно для нашего региона? Ну, мы же посчитали статистику за несколько лет, мы посчитали, сколько у нас сейчас женщин фертильного возраста, учли все риски, которые могут быть, и даже в случае повышения рождаемости нам это количество мест хватает. Ну, а что вы можете сказать? Я немножко от темы рождения отойду просто к здоровью детскому. У нас же в июне открылся детский хирургический комплекс. Как вы оцениваете вот несколько месяцев его работы? Ну, работают он достаточно мало. Вы сами сказали, что у нас только 12 июня было это праздничное событие. Ну, наверное, нужно начать с того, чем оснащен все-таки этот хирургический корпус. Если вы там были, вы видели, какое уникальное оборудование там закуплено. На данный объект был затрачен миллиард 300 миллионов рублей. Из них миллиард – это деньги областного бюджета. Поэтому вы, наверное, понимаете хорошо, что строить такие объекты, оказывать помощь на таком уровне невозможно без личного вмешательства первого лица региона. Конечно, только с его помощью можно было такой объект впустить в эксплуатацию и оборудовать так, как он оборудован сейчас. Я даже не говорю про медицинское оборудование, про аппаратуру, которая была закуплена. Вы это можете увидеть сами, посмотреть. Но чего вы не сможете увидеть, ну, комфортное слово, вы тоже сможете увидеть. Чего вы не сможете увидеть, например, приточная вытяжная вентиляция и кондиционерное воздухо просто уникальны, потому что ламинарные потоки спроектированы над операционными столами. В боксе для детей с термическими ожогами специально есть фильтр для очистки воздуха, для обеззараживания этого воздуха, для подогрева воздуха, потому что вы прекрасно понимаете, что ребенок с термическим ожогом, скорее всего, он будет лежать раздетым. Вот для функционирования всех систем организма, в общем-то, там все предусмотрено. Поэтому оснащен так корпус, как, в принципе, наверное, ну вот самые последние новинки, которые можно было внедрить туда, они все там учтены. Даже поток больных, поток воздуха для больных с разными заболеваниями будет разным. То есть ребенок, который лежит там с гнойной раной, или наоборот, ребенок, который лежит там с патологией почек, никогда не будет дышать воздухом от ребенка, который лежит с гнойной раной. А такой вот тоже бытовой вопрос. А кроватку для мамы там предусмотрели в хирургическом комплексе? Конечно. Очень хорошо. И мы когда говорим про перинатальный центр, и по 150 мест, это 150 мест для ребенка и для мамы. То есть практически это 300 кроватей. Ну потому что, конечно, это очень важно. Потому что когда мама рядом с ребенком, в больницах, это очень важно. Спасибо. На этой неделе прошла премьера нашумевшего фильма «Алексея учителя». Не все российские кинотеатры решились на прокат скандальной «Матильды». В ряде регионов были совершены нападения на кинотеатры. Так, напряженная дискуссия между противниками фильма и поклонниками Алексея учителя приводит к угрозе здоровью людей. В Тамбове фильм показывают на всех трех киноэкранах. Администрации Тамбовской области правоохранительными органами и кинопрокатчиками приняты дополнительные меры безопасности. А жители области просят отнестись с пониманием к возможным неудобствам. Мы узнали, как ожесточенные споры вокруг фильма повлияли на желание тамбовчан посетить премьеру. Вопреки ожиданиям тамбовских прокатчиков, в кинотеатре немноголюдно. Может, повлиял рабочий полдень. На первый сеанс премьеры пришли только 20 человек. Супруги Потютковы признаются, Матильду они ждали давно. Хотелось узнать эту правду, в конце концов. Эти царя считают святым, но мы все не святые далеко. Поэтому интересно посмотреть. Я люблю историю. Поэтому с удовольствием пришла на этот фильм. Как оцениваете, что миху созданную вокруг фильма? Мне кажется, зря. Это ущемляется права граждан. Я хочу посмотреть, почему я не могу прийти. Наибольшее число зрителей пришло на вечерние сеансы в выходные дни. А дневную премьеру посмотрели в основном пенсионеры. Признаются, что любят исторические фильмы и не смогли отказать себе в удовольствии увидеть Матильду первыми. Среди них отличался Никита Проскуряков. Он смотрит фильмы для работы. Вообще, я хожу на каждую премьеру каждого фильма, каждую неделю и делаю обзоры на эти фильмы. Так просто интересно посмотреть кино русское. Не так сейчас выходит много интересных русских фильмов, которые хочется посмотреть. Фильм Алексея Учителя посвящен роману последнего русского императора Николая Второго и балерины Мариинского театра Матильды Кшесинской. Съемки проходили непосредственно в местах действия сюжета. В Царском селе, Петергофе, Павловске, а также в Большом, Мариинском и Александринском театрах. Не все российские кинотеатры решились на прокат резонансного фильма. В Тамбове день премьеры пока проходит спокойно. Спокойство дополнительно обеспечивают и стражи правопорядка. Личные вещи и сумки не проверяют, но в целом следят за безопасностью. Такие меры не только на премьере. Полиция будет дежурить у входа в кинозал весь период проката Матильды. Есть мнение, что картина оскорбляет чувства верующих. Николай Второй причислен к лику святых. Тамбовский зритель оскорбления фильмом не почувствовал. Да нет, конечно. Такого особенно не показано, по крайней мере. Все-таки это наша история, наши страны. Замечательный фильм. Больше говорят, чем на самом деле. И свои впечатления хорошие. Артисты замечательно играют. Ну и зрелищно, конечно. Одни хотели картину запретить, другие посмотреть. Третьи назовут происходящее продуманным пиаром. Сработал ли ажиотаж вокруг фильма на пользу и будет ли он популярен на века, покажет время. Людмила Войтович, Александр Позняков, Ольга Кириллова. Специально для итоговой программы в результате. Футбольная культура в Тамбове на подъеме. Популярность футбольного клуба растет прямо пропорционально его успехам. Растет узнаваемость игроков, его тренерского штаба увеличивается посещаемость игр. Для выстраивания более эффективной программы подготовки спортсменов, динамику роста юных тамбовских футболистов измеряют специальным оборудованием специалисты из Москвы. Женская футбольная команда одержала победу со счетом 16-0. Ну а болельщики просят день домашних игр сделать им выходным. Олег Рожков отследил динамику интереса к футболу в Тамбове. Перед ставшим уже историческим матчем с Курским авангардом в 1-8 Кубка России футбольный клуб Тамбов провел очередную открытую тренировку, во время которой руководство клуба и футболисты по душам поговорили со своими фанатами. Сейчас популярность клуба настолько велика, что неплохая погода, нерабочие дни не могут остановить истинных любителей футбола встретиться с любимой командой. Представителям фанатского движения подарили флаги с символикой клуба. Во вторник на встрече с болельщиками главный тренер Тамбова Андрей Талалаев раскрыл секрет. Над чем еще, кроме физической подготовки, перед играми он работает со своими футболистами. Я заставлял на первых порах радоваться. Заставлял. Мы тренировали радость на тренировках. Потому что мы играем в игру, которая приносит, должна приносить радость. Вашими словами, если говорить. А моими просто. Мы для этого работаем. Последний матч Кубки России против «Авангарда» как раз принес целую палитру эмоций и игрокам Тамбова, и болельщикам клуба. Синхронно трибуны то воодушевленно кричали, то расстроенно выдыхали. Прийти на важнейшую игру в истории тамбовского футбола посчитали своим долгом практически все местные любители спорта. Громкие успехи клуба увеличили спрос на атрибутику Тамбова. Так что среди фанатов все чаще и чаще появляются те, кто утепляются в такую погоду фирменными шарфами с символикой команды. Матч с «Авангардом» проходил в середине рабочей недели и в самом разгаре трудового дня. Но и это никого не остановило. На стадионе уже которую игру подряд аншлаг. Взрослые отпрашивались с работы, дети с уроков. Семья Федянинах с футболом давно на «ты». Сергей работает в местной академии футбола. Его сын там же тренируется. Поэтому пропускать исторический матч им было нельзя. Но так или иначе, неудобное время домашних игр все-таки осложняет посещение матчей Тамбова для некоторых поклонников. Очень мало стало приходить людей, которые немножко постарше, такие олдскульные ребята. Связано с тем, что у всех работа и матчи назначают в будние дни днем. Но вернемся к игре. В это время на поле, к сожалению, команды и ее верных фанатов Тамбов уступил своему сопернику и прекратил борьбу за Кубок России. Но счет на табло никак не умаляет достижения нашего клуба. Выйти в 1-8 было уже победой. К тому же руководство клуба сейчас активно сотрудничает с местной академией футбола. Там готовят возможных членов ФК Тамбов, которые в будущем смогут вывести команду на топовый уровень. Для более грамотной подготовки таких профессионалов на воспитанниках академии впервые протестировали современное оборудование. Физическое состояние ребят и скорость их мышления измеряли датчиками. Для этого даже приехал специалист из Москвы. Подобное оборудование поможет точно отследить развитие подрастающих футболистов. Система может использоваться также для тактики. То есть мы видим позиционирование спортсменов. Мы можем определить, в какой части поля он передвигался. Так называемые тепловые карты, хитмэпс. Думаю, вы видели в статистике, на каком фланге была игра, больше ли команда находилась в обороне, либо в атаке. Стремительно возросшая популярность команды отчетливо показала, что главный стадион города, где проходят все домашние матчи, требует значительных изменений. Существуют и проблемы с газоном, и с количеством мест на трибунах. Поэтому руководство области приняло решение о реконструкции «Спартака». Стадион «Спартак». Впервые за много лет его ждет серьезная масштабная реконструкция. Уже сейчас идет установка нового освещения. По всему периметру стадиона будут сделаны четыре вышки яркостью в 1200 люкс. К слову, такое же освещение стоит на топовых стадионах страны. Второй этап работ — это реконструкция поля. Она пройдет в следующем году. Будет полностью заменен весь растительный слой, установлен обогрев и полив поле. И финальный этап работ, который также запланирован на будущий год, — это установка дополнительных трибун. Она поможет решить проблему с вместимостью зрителей. Олег Рожков, Илья Демин, Инга Андреева. Специально для итоговой программы «В результате». И это все, о чем мы успели рассказать. Увидимся ровно через неделю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...